Лидеры стран-участниц ШОС обсудили вопросы восстановления мировой экономики, стабилизацию производственных и торговых цепочек, проблемы изменения климата, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности и другие вызовы. Открывавший заседание президент Узбекистана, который председательствует в ШОС, в нынешнем году Шавкат Мерзиёев подчеркнул, что эта региональная организация должна и дальше сохранять неблоковый статус. Помимо этого, узбекистанский лидер предложил создать климатический совет ШОС, усовершенствовать деятельность региональной антитеррористической структуры, а также объявить следующий год годом туризма стран ШОС. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал прилагать усилия для создания надежных поставок в регионе на фоне ситуации вокруг Украины, а председатель КНР Сит Циньпинь указал на важность противостояния цветным революциям и вмешательство из-за него внутренние дела государств участниц ШОС. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании ШОС, подтвердил готовность Российской Федерации бесплатно передать 300 тысяч тонн российских удобрений в развивающиеся страны. Также Владимир Путин отметил, что до 90% российского продовольствия идёт в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Кроме этого, хотел бы отметить, что Россия наращивает экспорт зерновых на мировые рынки. В этом году это будет 30 миллионов тонн, в следующем мы нарастим до 50 миллионов тонн. В основном 90% нашего продовольствия идёт на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки. О важности срединного коридора, как важна артерия на Кавказе, в Китае и Центральной Азии, заявил президент Турции Раджеп Тейбердоган. Он отметил, что данный коридор играет большую роль в стабильности и развитии Турции и за его пределами. Он также отметил, что за последние 20 лет Турция достигла важных успехов, вложив крупные инвестиции в транспортную сферу.